ВИВАТ ИСТОРИЯ Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона также Александра Ромашова. Друзья, у нас в конце выпуска традиционная историческая викторина, в которой мы разыгрываем призы. Это книги от издательства Витанова. Ну, а теперь по традиции объявим тему сегодняшней программы. Сегодня мы говорим о патриархе Никоне, церковный раскол. Да, Саша, мы поговорим об этом человеке. У нас была тема про, скорее, больше церковный раскол, а вакуум, да, соревноваться. Знаете, Саша, у меня есть еще одна идея по передаче на эту тему. Это сравнительный анализ Никона и вакуума. Да, это очень интересно. Ведь они, на самом деле, у них много общего. Оба мордва, оба родились под Нижним Новгородом, ну, там, 70 километров разницы, да. Оба сдали друга с детства. Ну, правда, вакуум говорил, что он черемист, то есть он мореиц. Но это неважно, как бы, да. То есть они шли, строили, а потом в какой-то момент они стали врагами. Посмотрим. Будет время, будет желание, но понятно, что не в этом году. Да, сегодня мы поговорим о патриархе Никоне. Саша, что вы знаете о нем? Ну, я знаю, что он как раз был инициатором всех этих реформ, которые привели к расколу церкви. Хорошо, это мы с вами запомнили. Ну, я из прошлой передачи помню, что он был из очень такой небогатой семьи. Ну, это да. Мы сегодня об этом еще поговорим немножко, да, о социальном лифте в Царской Руси 17 века. Потому что это тоже важно. И я думаю, и сейчас существуют социальные лифты. Понятно, что сложно человеку из провинции без связи и прочее сделать карьеру. Поэтому есть определенные социальные лифты, которые тебя могут... Какие, Саша? Служба в армии. Ну да, герой. Абсолютно верно еще. Про современное говорим. Ну, наверное, да. Спорт. Женитьба. Ну, это же тоже социальный лифт. Да. Из грязи в князе, да? Что там у нас еще такого есть? Ну, можно украсть миллион. Ну, это немножко не то, да. Ну, согласен. Согласен. Ладно, давайте начинать. Итак, седьмой патриарх московский всей Руси, Саша, прожил, знаете, несколько жизней. Ну, он жил с 1605 по 1682. А вот, то есть, говорить о том, что у него одна такая вот биография, как медленный тихий дон или величавая Волга. Нет, это скорее какой-то бурный терек, да? Дик и грозен, да? Ну, первое – это простым крестьянином Межгородской губернии. Откуда он родился? Из семьи папа быстро умер. Ну, еще поговорим немножко об этом, да? Второе – сельского и затем московского священника. Ну, Никита Минова, его звали Никита Минов, да? Потом беломорский монах Аскет. Он ехал в Соловки и в другие там монастыри и жил в течение 16 лет на Белом море. Зачем? Такой реформатор, борец, там, молодотурок, как говорили, сто лет назад, а член кружка ревнителей благочестия, да? Ну, и затем это, конечно, Никон, как патриарх. И последний – крах и доживание где-то в районе нынешнего Кириллова или Ферапонтова, Вологодской области. В 17 веке, Саша, достижение важного значения в обществе лиц простого происхождения, в социальном рифте, да, о котором мы начали говорить, это редкость. Крестьянин не мог стать царем или не мог стать главным военачальником. Для этого должно произойти, ну, какие-то резкие вещи, да? Из таких людей с грязи в князе мы знаем, наверное, да никого не знаем, потому что все они заканчивали. Ермак, может быть. Порода и богатство ценились выше личных достоинств. Только церковь, Саша, только русская православная церковь безразлична для всех по происхождению, открывала путь к высшим должностям и к всеобщему уважению. Вот это надо понимать. Действительно, 18 век, 19, Саша правильно определила. Не хочешь же быть крепостным быдлом, да? Записывай все солдаты. Ну, Петр Первый открыл такую лазейку, да? И сколько мы знаем таких из грязи князи товарищей наши, да, которые потом для своих детей сделали хорошую биографию. А тогда только церковь. Родился он в мае 1605 года в семье мордовских христиан. Крещен он был Никитой. Никитой Миновым. Итак, Саша, скажи мне, пожалуйста, а вот Минов – это что такое? Я помню, что ты уже когда-то об этом рассказывал, но я, если честно, не очень помню. Про Кузьму Минина мы говорили. Имя Мина. Да. Это единственное православное имя египетских фараонов. То есть это египетское имя, и первый фараон, который был первый государь Египта, был Мина. И вот он попал к нам. То есть он, как Кузьма Минин Сухарук, имел, да, отчество Мина. Отец у него был Мин, Миняй Минеич. Помните? На Холеных, по-моему. Да. Ну и понятно, наверное, что в 1612 году, когда произошли все эти события, ему 7 лет, а тут нижегородский Кузьма Минин Россию спас. Наверное, ему было это приятно. Разговор такой, могли ли крестьяне непонятного населенного пункта очень глубокой провинции знать, что происходит в России? Знали, конечно. Сто процентов. Есть хорошие работы научные про это, да, как информация шла и гуляла, да, со сколько времени она могла перейти из одного места в другое, там, километраж, когда не имелось ни разу ничего. В 1815 году русская экспедиция, русские солдаты, ну, заблудились и в районе Монголии встретились с китайцами. И вот китайцы беседуют с нашими, и их руководитель говорит, что мы знаем, что ваша столица сгорела. Был пожар. Ну, это пожар московский 1112 года. То есть, через три года они как-то китайцы узнали. Ну, допустим, это как-то там по дистанции прошло в Пекин, там, император узнал. Ну, это был простой человек, понимаете, да? Информация шла, поэтому говорить, что ничего не знаем, что происходило там за тысячи километров от нас, это немножко неправильно. Захотеть узнать – узнаете. А если нам наплевать на все, то, конечно, ничего и не узнаете. Так или иначе, в своем детстве Никон рассказывал немного, такие отрывистые, ну, еще раз, богатые люди, которые достигли каких-то вещей из бедных, не любят вспоминать об этом. Очень редко. Тоже, может быть, покупали раньше, как и сейчас, себе всякие родословные? Ну, да, да, сейчас это, конечно, распространено. У нас столько сейчас дворян и других, ну, да ладно. Что говорил Никон, что его какие-то последователи за ним записывали? За вакуумом записывали все. Да, там, за ним бегали его адепты, как за Форестом Гампом, да, и пытались анализировать любое действие. Он вспоминал добрую бабушку Ксению свою, которая его взяла на воспитание после смерти матери. А из первых лет жизни в селе Вальдеманове, в котором он жил, да, ему запомнил злая мачеха и постоянное чувство голода. Он помнил, как упал в погреб, куда столкнула его мачеха, как заснул у теплой печки. И от дыма и опаленным огнем подумал, что на воду. Только в последний момент бабка выбросила из печи зажженные мачехой дрова, а его выбросила на улицу. Это что за воспоминания? Это воспоминания о детстве, что мачеха злая, да, чуть его не сожгла. Вот, сам освоил от местного грамотея чтение. Тоже редкость, да. Но, дорогие друзья, всегда есть в любом обществе человек, как Ломоносов из села Холмогоры, который не как все, да, думает там, извини, о девках, о том, что уйдет на промысел там, да, в студенные моря. А он думает, почему солнце всходит? Другие-то об этом не думают, да. А что это за звезды над нами? Есть такие люди. Никон был такой же. Ему было интересно. Ему было интересно жить. Я, знаешь, Саша, у меня много, ну, студентов у меня много, им сейчас уже ничего не интересно. Не всем, ну, части какой-то, да, которым интересно, а есть вообще там, ну, не то, что жизнь удалась, а просто вот такой психотип. Ну, да ладно. Я только одному не могу понять, почему продолжают упорно все стремиться получать высшее образование. Ну, и так принято. В большом городе можно сделать тоже выйти замуж или жениться, или там, ну, просто уехать из этого страшного города. Я с одной девушкой разговаривал, я не буду говорить, какой город, да, говорит, это ужасно. Я говорю, ну, я был там, ничего такого ужасного не заметил. А вот, угол, а Саратова? Он говорит, нет, это просто ужас, он давит и так далее. Ну, по-разному, по-разному, Саш. Наша передача сейчас не про это, ну, и с другой стороны, мы не можем обличать кого-то. Но Никону было интересно жить. Никон сам научился читать. Никита упросил отца, он ему дал денег, и он ушел в Макарьев монастырь, ну, такой Макарьев-Желтоводский монастырь знаменитый, связанный с романами под Костромой. Он читал писание и пел на всякой службе. А чтобы не проспать, он ложился, Саша, около благовестного колокола. Ну, понимаешь, Саша, когда начинает колокол бить, любой проснется. С другой стороны, чтобы не проспать, значит, у него были прецеденты, что он просыпал, что, видимо, столько было работы, что он без сил падал там, да? Ну, вот, ну, точно, у колокола не уснешь. Потом вернулся и в деревню заставил отец. Он сказал, что он умирает, у него тяжелая болезнь. Ну, вот, отец посчитал, что им нечего там делать. Скоро, правда, отец и бабушка умерли, да? И Никите пришлось жениться. Ну, еще раз, чтобы стать независимой от мачехи, чтобы ее не кормить, он ушел, да, жениться. У него родились трое детей, но у него умерли потом дети, все трое, в разное время. И он ушел в монастырь. А жену куда дел, кстати? Хороший вопрос, Саша. Уйди в монастырь, уйди в монастырь. Ну, как Ганнибал Лектор, если вы помните, силы убеждения заставлял. И, видимо, вот эти письма, да, я не знаю, грамотная она была, неграмотная, но заставила уйти в монастырь. Ее все-таки, да? То есть, да, он ее достал. А что говорит о таком интересном пропагандистском даре? Его слушали и подчинялись даже письменно. Может быть, он просто был таким занудой, что ей проще было действительно уйти в монастырь, чем терпеть все эти издевательства. Вот эти письма, да? Не знаю, да? Вот, он ушел на Соловки. Он ушел на Белое море. То есть, он не искал себе каких-то таких прекрасных путей, да? Ушел в монастырь туда, в Анзерский скит. Что это такое? Это 12 иноков, 12 монахов, которые разберились по кельям, а дальше от людей ближе к Богу. Как сам Никон вспоминал, питались мы мукой, которую привозили на остров государственные люди. Государство подкармливало их. Дальше ловил рыбу, что понятно, и растил овощи. Ну, зная природу, да, и температуру, и климат Белого моря, ну, это, наверное, подвиг. Вот, ну да ладно. Характер у него был не очень хороший, и он все время ругался своим руководителям этого скита. Предавался посту и воздержанию, днем и ночью молился, совершая Саша по тысяче поклонов в день. Вот, без тысячи поклонов он не мог начать день, да? Спал мало. Почему спал мало? Он один и сказал, как только я засыпаю, вокруг меня сразу злые духи и черти. Не обступали меня, кружились мерзкие хари, давали во сне страшилища. Я отбивался от них. Каждый день светил воду и кропил келью. Но как раз вот это время, когда к нему пришли черти, тогда же она сказала, отпусти меня к другому. Понятно, да? Вот, думаю, что эти две вещи взаимосвязаны. Он был не самый суровый отшельник, там был такой Елизар Анзерский, да? Он с ним поругался. Тогда Никон сел в рыбацкую лодку и уплыл. Там увидел кий остров. Он поставил на камни крест и сказал рыбаку, которая лодка была, да? Если Бог вас хочет и подаст помощь, здесь устрою монастырь крестный. Крестово-Звизнский монастырь. Потом там появился, Ликийский монастырь, когда он стал патриархом. То есть он выполнял свои обещания. С Китая, с по северу, значит, у него денег не было. И одна вдова, которая там жила, приутила его и накормила, ну и спасла от голода. Он ей тоже обещал, что он ей отплатит. Нет, 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 монахинь не женится. Он ей потом отплатил, когда стал тоже патриархом. Набрел он на Кижоозерскую пустынь. Его приняли в монахи, он там священно действовал, да? Стал достаточно известным игуменом. А затем, ну уже слух о нем прошел, он был составить делегации, которые поехали в Новгород, где его заметил митрофолит Афоний и сделал его руководителем этого монастыря. Я думаю, что он прекрасно понимал, что это часть его биографии, что не все, он не все время будет на севере. И вот там действительно каждые там несколько лет представители монастырей ездили в Москву, чтобы получить благословение, узнать новости и так далее и тому подобное. То есть не значит, что они все время сидели. Когда он направлялся в Москву, ну через Архангельск, Вологду и прочее, он посмотрел, как живут люди, ну с другой стороны уже, как священник, да? И понял, что состояние церкви очень плохое. И он посчитал, что единственный, кто может спасти ситуацию в церкви, это царь. Он тогда писал, царь один в мире остается опорой и хранителем вселенского православия. Он преемник византийских императоров. Он ревнитель благочестия. Из Невов защит Бог за нерадение в делах церковных. И от того, что у нас проблемы в церкви, он карает царство российское. Но если мы помним, мы потеряли тогда Неву, поражений было много, и такая ситуация была. Итак, он направляется в Москву, и там знакомится Саша с так называемыми ревнителями. А ревнители – это группа молодых активных священников, которые обличали ситуацию, как и он в церкви. Они обличали священников за то, что они пьют, что службу в храме не соблюдают уставы и правил, и за многое другое. И Никон присоединился к ним. Там был Ванифатьевич, там был протопоп Аввакум, там был Неронов и многие люди, которые потом сыграют свою положительную тридцатную роль в расколе русской православной церкви. И вот они начали критиковать патриарха Иосифа и так далее и тому подобное. По мнению ревнителей, русская церковь была единственной опорой и защищала чистое православие. Два Рима, помните, Саша, мы говорили про Филофея и его идеи «Москва, Третий Рим», да? У нас была передача, что два Рима пали, а Москва стоит, да? Первый Рим пал, ну, по их интерпретации, потому что стал католическим. А второй Константинополь, потому что попал под Пуру, под безбожных турок, как они говорили, да? И лишь Русь, во что верили все ревнители, в том числе и Никон, осеяет богочестием, как свет солнечный. Никон гордился неповрежденностью обрядов русского православия, цветущей под защитой единственной в мире православного царства. Действительно, Саша, тогда других православных государств в принципе не было. Все они были под кем-то? Под поляками, под турками, под арабами. Бывшие православные, да? Ну, под австрийцами еще. Единственное, да, действительно православное царство – это была Россия. Не раз собеседники слышали от Нерона, что греки и украинцы потеряли веру. Дело это не то, что им по нраву, а постоянства благоченствия у них не найти. Мы, дорогие друзья, запомним эту фразу. Поэтому говорить, что он был такой твердолобый и гибкий, и потом не менял своих мнений – это неправда. Но такая фраза звучала. Итак, в Москве Никон сошел со спротопопом Благовеческого собора Стефаном Ванифатьевичем. Это был духовный отец Алексея Михайловича, нового русского царя. Новому русскому царю в это время было 16 лет. А он еще воспитанный в страхе Божьем, да, трепетно воспринимал наставление своего духовника. То есть это очень большое влияние на него оказывало. Так вот, Стефан все время искал, ну, он мог лоббировать интересы церкви, общаясь с 16-летним подростком царем. И вот он искал добродетельных священников, ставя их царской милости на должности протопопов. То есть главным, плохое слово, но очень четкое, смотрящим в каком-то городе или в каком-то районе за русской церковью. Он их назначал, да, на эти должности, чтобы они боролись с алкоголизмом. Алкоголизм среди священников был очень распространен. Еще раз, второе, что было распространено, чем надо было бороться, с их малограмотностью. Они неправильно молились, то есть 5 километров, и там по-другому все это происходит, в другой церкви. Поэтому нужны люди. И вот Стефан Ванифатьевич пытался назначить людей на должности, ну, как Сталин в 20-е годы, да. Они были, чтобы ему, а, верные, а, во-вторых, чтобы они не делали тех ошибок, кто делали их предшественники на этих местах. В Казанском соборе в Нижнем Новгороде служил Иоанн Неронов. В Казанском соборе в Москве служил протопопов Акум. А Казанский собор, дорогие друзья, это собор, Саша, вот в Москве, Красная площадь. Музей истории, знаете, России, красного цвета. Так вот, Саша, около него маленькая церковь, это Казанский собор. То есть протопоп Акум был священником прямо на Красной площади. И его паства, ну, кто к ним ходил молиться? Чиновники из Кремля, ближайшего-то, место для, там, есть, конечно, храм Василия Блаженного, но это не так интересно. А это вот, пожалуйста, живой человек, который шикарно говорит, Никон был такой же. Алексей Михайлович Тишайший, как его звали, кроме того, что был Тишайший, он был очень хорошим человеком, он был добрым. Самое главное, он был очень доверчив к тем, кого особенно любил. Помимо всех официальных властей, он возложил на Никона наблюдать не только над церковными делами, но также над мирским управлением, доносить ему обо всем и давать советы. Царь наложил на Никона, да, когда с ним побеседовал, да, а приказ «этот человек имеет право давать мне советы». Помните, как в принце нищем, да, человек может сидеть при короле, да, а вот Никон получил право давать советы царю. Сергей, если себе представить, что Алексей Михайлович попал под влияние не Никона, а протопопа Аввакума. Давайте я скажу вещь, которая не совпадает с официальным мнением, не то что в исторической науке, а такой основной исторической науке, ну типа в учебниках и так далее и тому подобное. Я считаю, я считаю, что мы спокойно могли быть староверами. Борьба и раскол произошли из-за того, что Алексей Михайлович потом не хотел слушать Неронова и протопопа Аввакума. Он в них что-то разубедился, и они обиделись, они обиделись, что их не поставили на должности, они обиделись, что их не слушают, и устроили раскол. Чем хуже, тем лучше. То есть, на самом деле, когда они начали борьбу какую-то свою политическую, они не ставили целью, чтобы русская церковь разошлась, чтобы была трагедия, которая разделила русский народ. Они считали, мы этим свергнем ненавистных священников из другой группировки. Не более того, у нас об этом мало говорят. Да, у нас говорят в основном, что это были духовные, что они не могли перейти. Могли перейти. И Никон тоже был гибкий. Мы об этом еще поговорим. Да, Алексею нравился Никон по разным причинам. По ким сейчас поговорим, да? Аввакум нравился меньше. Аввакум был, конечно, более, что ли, фанатиком. Плохое слово, но вот как бы... Может, этим Алексею Михайловичу он не нравился. Конечно, он всех их знал и обожал и любил. Все время Аввакуму предлагал вернуться, забыть обо всем. Ну, Аввакум тоже был такой стержневой товарищ. Алексей Михайлович назначил Никона-Игуменом Новоспасского монастыря в Москве. Новоспасский монастырь, он находится на Таганке. Ну, вот если идти от Курского вокзала по Садовой, да, вот где этот жуткий памятник Шемякина или кого-то там, да, и рядом музей политических репрессий, как-то так, Сахаровский центр, да, вот дальше как раз этот монастырь, это отчина Романовых. Это тот монастырь, который вот до того, как даже царями стали, всегда следили бояре Романовы. То есть, да, это вот большой шаг, большая должность. А потом сделал его митрополитом уже новгородским. И Никон показал там свою работу, действительно. Владычный двор его был, ну, он и сейчас есть, наверное, да, в Новгородском Детинце за Софийским собором. То есть, не с той стороны, где памятник тысячелетия России, а с другой, где вход. Вот как раз там еще какая-то белая стена какого-то здания. Это есть как раз там, где жил митрополит. Он организовал там погребную и приказал ежедневно кормить них нищих. Дело было возложено на одного блаженного, который ходил зимой по снегу босиком, но этот блаженный каждый утром сдавал нищим по куску хлеба и каждого в скисении от имени митрополита старикам давал под две деньги. Взрослым простым по деньге, а малым детишкам по полденьги. Здесь, во-первых, у него и были деньги на это, у митрополита, а во-вторых, это очень большие траты. Никон первый, кто стал устраивать богодельни для постоянного презрения, как тогда говорили, убогих. Вот на это он писал царю и говорит, батюшка, подкинь деньжат на убогих. Ну, царь всегда. Во время, когда он был в Новгороде, там произошло восстание. И вот Никон лично пошел против восставших, к ним пришел, они его побили страшно, чтобы они прекратили дело. Там был такой Жеглов, представитель царя, да? Вот, он себя повел не очень хорошо, и Новгород восстал. И митрополит пошел, пытался их усмирить. На следующий день все ожидали, что будут введены войска, что Никон пожалуется. Нет. Никон снова второй день пошел, и уже на второй день все успокоилось. Все бросились на колени, он приказал никого не казнить. Он вообще приказал, чтобы никто не был арестован. Новгород его после этого обожал. И, будучи уже архимандритом Московского Новоспасского монастыря, к нему все время приезжал молодой царь и вел с ним душеспасительные беседы, Саша. Каждую пятницу Никон приходил к заутреннего дворец, и на каждый случай встречи он с ним снова разговаривал, и всегда просил государя спасти вдов и сирот от насилия начальников. Давал список. Вот бедная сирота там-то живет. Алексей всегда давал деньги, радуясь возможности лично вершить добрые дела. Он велел руководить не то что челобитным приказом, но что все жалобы, которые шли в России к царю, шли через Никона. То есть он ему как доверял, понимаете, Саша? Он чиновникам не доверял челобитного приказа, ну там прокурорским, да? А вот Никону доверял, а вот за три года слава справедливой Никона распространялась по всей Москве. Ну давайте так, дорогие друзья, с одной стороны это было искренне, с другой стороны, конечно, это была борьба за власть. Я думаю, что не все он делал просто так. Поэтому, как только все знают, что по пятницам он разговаривает с царем о том, что у нас плохое, да, по дороге, который ехал из Новоспадского монастыря в Кремль, да, вставали люди с бумажками, и все ему давали Никону, вручали ему жалобы. Никон сам читал их после утреннего пения государю, который решал сразу, что сделать, что не сделать и прочее, прочее. Продолжается программа «Виват. История». У микрофона по-прежнему автор ведущей программы «Петербургский историк» Сергей Виватенко и я, Александр Ромашова. Сегодня тема нашей программы «Патриарх Никон и церковный раскол». Да, дорогие друзья, давайте вернемся в XVII век. Если царь московский, как считали, ревнитель, о котором мы говорили, являлся гарантом благоверия и надежды всего православия, не должен Алексей Михайлович обновить, утвердить союз православных церквей. Должен был обеспечить единомыслие церквей нерушимым союзем. Я просто напомню, дорогие друзья, тогда, кроме нашего патриарха номер пять, в Греции, в тех землях, которые были до этого, Греция и Византия, в XVII веке существовали еще четыре патриарха. Там антиохийский, александрийский, иерусалимский, ну и константинопольский. То есть там говорить об единстве нельзя. Сейчас тоже нет в православном религии единства, да, но считается константинопольский главный среди других, да, но остальные патриархи, да, ну, кроме, конечно, украинского, да, который там сам себя объявил. Все остальные, конечно, скажем так, у них были споры. А Россия склонялась больше всего к иерусалимскому патриарху, считали, вот с ним у нас всегда были общения. С константинопольским всегда было сложно, как сейчас. Ну, с одной стороны, сложно, потому что он считался главным, а с другой стороны, потому что он был под турками. Все-таки Стамбул, Константинополь тогда и сейчас православным не является. Что говорит ситуация с Софийским собором, который сейчас происходит. Итак, с одной стороны, русские публицисты и Никон проповедовали предопределенные свыше миссии субдержавия, а с другой, в Москву все время приезжали замилостивные греческие иерархи. Они все время просили денег и говорили об исключительности признавания российского государя в православном мире. Разница состоялась лишь в том, что отечественные проповедники Третьего Рима и Нового Израиля, как тогда называли Россией, предлагали спасти православие путем распространения древних и неповрежденных русских книг и обрядов, а греки считали, что нужно по греческой ситуации. И Никон уловил, что Алексей Михайлович более привлекали не обрядовые тонсти, а идеи единства. Единство всегда хорошо, понимаете, да? Кто соединит все эти православные патрики в одной, там, будет великим человеком, понимаете, святым, главным. И, конечно, Алексей Михайлович считал, что за ним пойдут. И перед мысленным взором государя уже стояла Украина, а за ней Константинополь. Почему Украина? Ну, это часть русских земель, где немножко по-другому молились. Помните разницу, какие на Украине был тогда обряд, это какой был в России? Ну, ты же до этого говоришь, что 5 километров, и уже чувствуется разница. Понятно. А здесь разница еще больше. Смотрите, 3 перстя на Украине, 2 перстя в России. У нас по часовой стрелке, на Украине против часовой стрелки, ход вокруг храма, да? Иисус, Иисус. Аллилуйя с двумя л, или Аллилуйя с одним. Ну, дорогие друзья, может быть, это как бы смешно и странно, но проблемы духовных вещей самые опасные. И Никон, понимая эту ситуацию, встал на стороне царя. Еще будучи архимандритом Новоспасским, Никон знал о конкретных шагах правительства сближения русской к греческой церквей. На неосвободенных территориях тогда говорили. И в 1648 году государев Печатный двор издал книгу о вере игумена Кийского Нафанаила, в котором опровергалось расхожее на России мнение о потере греками благочестия. Но тогда считали, что они полностью погрузились в грех, под турками и так далее. Греческая церковь, утверждал Нафанаил, хотя и в неволе пребывает, но светится правой верою. По мнению Нафанаила, русскому народу следует слушать об исправлении книжным Вселенского Патриархла Константинопского. Помимо книги о вере были напечатаны славянская грамматика Милентия Смотрицкого, Малый Катыхедец, обновленный украинским православным деятелем Петром Могилой. Но он не был украинским, извините, он был молдаванин по национальности, но жил в Киеве. И другие южно-русские произведения, подтверждающие авторитет греческой церкви. Царь и его советники искали на Украине ученых-богословов для своего гусарьего дела. И через Никона как раз пришли к нам достаточно известные иерархи русской верстанской церкви. Арсений Сатановский, Епифаний Славенецкий, Дамаскин Птицкий, ну и другие. А русский ученый Арсений Суханов был послан на православный восток для описания существующих в Греции чинов и поисков древних книг для царской библиотеки. Еще раз, дорогие друзья, реформы, которые хотели проводить, начали проводить уже до Никона. То есть она не была объявлена, но пытались что-то изменить. Не революционным путем, да, приказом, да, а при помощи эволюционным. Это заменим, это сделаем, да, там, ну, чтобы не было взрыва. И Никон все это видел и поддержал. Он съездил даже на Украину, где встретился с Петром Могилой. Был еще один фактор, Саш, одно влияние, признать, которое русским историкам не хотелось. В момент, когда решается, кто будет вести русскую церковь, каким курсом, и кто займет место будущего патриарха, в столицу нашей Родины, в Москву, прибыл патриарх Иерусалимский Паисий. Вот, искушенный в интригах грек на первую деятельность у государя обеспечила себе хороший прием. Ну, вот, приезжают нам греки, болгары, сейчас сербы там, да. Что надо сказать нашим руководителям, чтобы мы расцвели, что Россия – центр мира, что мы всегда смотрим на нее, и мы славянские православные, понимаете, да, все это вот. Верят они в это? Не знаю. Искренне говорят? Не знаю. Но у нас это любят слушать. Ну, это не только у нас, наверное. Так вот, Паисий сказал молодому Алексею Михайловичу, будь новым Моисеем, царь Алексей, освободи нас от пленения. То есть он что предлагал? Активную, агрессивную внешнюю политику против Турции для освобождения громадных территорий, да? Конечно, быть новым Моисеем. Алексею нравилось. Понимаете, греки, искушенные были в политической борьбе, и Алексей Михайлович купился на эти слова. Перед наступлением Великого Поста Паисий обратился к самодержу с заказным ему благословением и наряду с благими пожеланиями прибавил, Саш. «Еще, когда я был при вашей милости в прошлые дни, я говорил с преподобным архимедритом Спасским Никоном и полюбил его. Полюбилась мне его беседа. Он есть муж, благоговейный и досуж, и верен царству вашему. Прошу, да будет свободно приходить к нему беседовать на досуге. Похвала от высокого для царя авторитета». Ну, понимаете, да, объединились они с общей идеей, что Никон, будучи русским патриархом, проведет реформу по греческому образцу, а за это Паисий сделает все возможное, патриарх, еще раз, да, Иерусалимский, сделает все возможное, чтобы новым патриархом, а Иосиф очень болел. Было понятно, что он уже, ну, скоро, месяцы шли, да, должен уйти на небо, и поэтому они заключили такой договор, да, что Паисий будет приезжать и слушать Никона, да. Представить это сложно. Итак, Иосиф умер, Никона в Москве не было. Он вернулся на Белое море на определенное время в Соловецкий монастырь за мощами святого Филиппа, человека, который пострадал от царя. Это тоже интересно. Это вы знаете, как перезахоронить царевича Алексея при живом Петре I. После чего, как Никон вернулся, царь долго умолял Никон понять патриаршество. Ну, это тоже игра. Понятно, что согласился. С другой стороны, зная вражду и зависть к себе бояр, Никон обратился к царю и боярам с вопросом, а будут ли его почитать, как архипастры отца, слушать его во всем, и дадут ли ему устроить церковь и управить по своей воле? Все клятвенные обещали. Никон принял патриаршество. Вступление на патриарский престол оказало сильное влияние хоть не только церковных, но и государственных дел, надо еще сказать, дорогие друзья, что когда 16-летний Алексей познакомился с Никоном и когда он к нему приезжал, Алексей, кроме того, что вот жалобы рассматривал, которые были напрямую через церковь поданы, он говорил, посмотри вот это еще дело, посмотри это. То есть Никон, конечно, разбирался в государственном управлении, ну и в церковном тоже, конечно. Вместе они молились, вместе обедали всегда. Патриарх был восприимником царских детей. То есть у него их было много, но если Петр Первый был 14-й, то, наверное, в это время уже было 5-6. Он их крестил, он их учил. Влияние Никона было такое, что ни один вопрос не решался без патриарха. Энергичная и страстная его натура, чуждая всяких колебаний и полумер, предприимчивый и твердый характер, отпечатаны во всех делах этого периода. Ну, можно сказать, даже счастливого до государства российского. Главным образом влияние Патриарха Никона на Россию обязано присоединением Малоруссии. Вот это идея, понимаете, да? Когда началась война с Польшей, и царь отправился в поход, Патриарху было поручено управление государством. Он энергично боролся с открывшейся в России в это время чумой, был принят новый соцзакон в вложение, который был дополнен советами, которые дала церковная власть. И она усилила власть Патриарха. Исключительное положение Патриарха Саша в связи с его суровой непреклонностью и высокомерием создали ему много врагов среди духовенства и бояр. Ну, как приверженцев старины, так и сторонников новых западных обычай. Он переходил на личности, понимаете, да? Это всегда обидно тем людям. Не терпел легкомысленных нововведений, обличал их публично, поэтому создала сильная партия его противников, во главе которой стояли Милославские и Стрешневые. Это родственники царя. Ну и Морозов, конечно. Все они старались из-под тяжка вредить ненавистному им Патриарху. Со своей стороны и Никон взошел на Патриархский престол к собственной программой, которая касалась далеко не только обрядов. В середине XVII века в Московской симфонии царский голос звучал явно больше Патриаршего. Церковное управление находилось под постоянным и непосредственным надзором государства, что не нравилось Никону, и он пытался с этим бороться. Итак, ну, давайте немножко поговорим, Саша, о реформе. В период расцвета своей деятельности Патриарх Никон занялся антиалкогольной компанией. Ну, про топопово-вакуум тоже с этим боролся. Конечно, папа у него был алкоголиком. Но еще раз, и тот, и другой жили в деревнях. Сталкивались со священниками, ну, самыми низшими. Они видели, как они живут. И видели, чем живут. И алкоголь, конечно, не нравился, да? А вместо трактиров появились кружечные дворы, где каждому наливали по одной кружке. Больше нельзя. Одной из категорий населения доступ в кружечные дворы был закрыт. Саша, кому? Священникам. То есть священникам было запрещено приходить туда, где разливают алкоголь. И стрельцы рыскали по Москве и другим городам в поисках нарушителей. А патриарх Никон был против строительства в Москве маленьких деревянных церквей. Почему? Ну, пожар, наверное. Конечно, Саша. Именно поэтому. Но еще, если это столица, здесь все должно быть из камня. И денег на это не жалели. Здесь, наверное, Саша, вы правильно заметили. Он, в первую очередь, государственник. Он не хочет в Москве пожаров. А, извините, церковь, они часто горят. Там же очень много огня. По повелению Никона в России были запрещены популярная музыка и другие развлечения. Ну, скомарохов он запретил. Запретил балалайки и запретил домбры. Да, русские народные инструменты. Считал их средством порока. Что у нас осталось у патриарха Никона? Конечно, Воскресенский Новый Иерусалимский монастырь. Ну, и, конечно, исправление богослужебных книг. Это главное. Об этом столько писалось, что нет необходимости повторять. Ну, скажу, что того, что переписывалось, ошибки были. Ну, сидят монахи, переписывают. Можно капнуть чернил, водой капнуть. И когда новый человек переписывает или читает, это уже распространяется как, ну, лихорадка, как коронавирус. А еще до собора 54-го года по русским монастырям были собраны древние книги, перейденные с греческого за последние 500 лет, чтобы все проанализировать, Саша. Кроме того, что мы собирали все греческие переводы на три страны, Арсений Суханов, он покупал древние священные книги на греческом языке, в том числе и в Новом Афоне. Он приобрел 498 книг только на одном Афоне. Ну, еще там 200 где-то еще. Так вот, комиссия установила, что по одному Евангелию считалось 1050 лет, а по другому Евангелию 650 лет. По одному служебнику 600 лет произошло после события, а по-другому 405. То есть, очень много было противоречий. Понимаете, Саша? Где же искали истину? Ну, Никон, истина в последний момент. Плюс еще греческие советники, которые тоже там могли что-то подсказать. Еще раз, Никон по здравому смыслу, в общем-то, проводил это решение, решительно и прочее. Но когда нужно политически было что-то сделать, ну, чтобы, например, украинцам было комфортно в нашей стране, да, мы пошли и внедрили уже разработанные Никоном и другим, то есть, это было заранее подсчитано, чтобы украинцам было у нас нормально жить и молиться, да, мы приняли все украинские малороссийские вещи. Ну, да, начался раскол, конечно. Еще раз, Никон пытался сделать, ну, и греки от нас требовали, чтобы мы шли, как в Древней Греции молились, да, то есть, православные. Но современные историки установили, что к 17 веку обрядового богослужебная практика в России было гораздо ближе к церковной действительности начала тысячелетия от Рождества Христова, когда мы приняли христианство. Ну, это современные, да, но протопоп Павокум также считал его союзники тоже. Но Никон, нельзя сказать, что Никон не слышал слов раскольников. Он предлагал принять и то, и другое, что можно и так, и так. Но после того, как раскольники начали активно критиковать не только Никона, но и царя, конечно, пойти к ним на уступки он уже не имел права. Староверы, Саша, бросили Никону обвинение в том, что он разлучил Господа с Иисусом. Понимаешь, Саша? Так как у нас писал за этого Иисус, а теперь Иисус. И поэтому Бога нашего Иисуса. То есть, они первую букву И считали как разъединительный союз. Ага, вот как. Да. Ну и главный конфликт, который был для Никона, это был не главный конфликт, конечно, хотя для нашей истории очень сильный. Главный конфликт Никона – это царь вырос, он стал взрослым, поэтому слушать вот все время Никона он уже не хотел. Наверняка Алексей несколько раз поймал Никона в противоречиях. Понимаете, что он говорил там, да? Ну, потому что, еще раз, Никон был гибкий. Путь к вражде был достаточно долгий, они же общались-то больше 20 лет. Поначалу Никон представлял себе отношения царской и патриархской власти в обществе строй государственной жизни вполне симфонически, как соработничество двух равноправных сил. Доверяя патриарху, царь представил на его полное усмотрение постановление епископов-архимандритов. Воля патриарха вполне в духе идеальной византийской симфонии. Монастырский приказ царь ограничил, он при нем практически не работал, потому что все это переходило в руки патриарха. Во время поиска литовских походов Никон оставался, как мы уже говорили, заместителем монарха. К нему на подпись выступали важнейшие документы, в которых, согласие царя, патриарх именовался великим государем. Да? Однако постепенно отношения молодого царя с Никоном все более охладевали, поскольку чем дальше, тем ястеннее Никон пытался поставить патриархскую власть выше монархской. Он говорил, Саш, луна светит не собственным светом, а отражением от солнца. Луна – это царская власть, а солнце – это великая русская православная церковь. Ну, разногласия привели к тому, что Никон самовольно покинул патриархский пост, он считал, что после этого все начнут плакать и просить. Да? В надежде, что его просят вернуться, и поехал в Новый Иерусалим. Это был 1660 год. Никон в письме потом написал царю, что ему было видение во время дремоты в церкви на заутреннее, что явился к нему митрополит Петр. Это московский святой Петр, который перевез митрополию из Владимира в Москву при Иване Калите. И повелел сказать царю, что за обиды, нанесенные церкви, было два раза мор в стране, и царское войско потерпело поражение против поляков. Понимаете, да, еще раз. Обиды, нанесенные церкви. Это очень напоминает, что сейчас происходит в Америке. За обиды, которые были нанесены афро-населению США 200-300 лет назад, когда они были рабами, да, отвечать придется сейчас. Ну вот, такая же ситуация. Вслед за тем, Никону, как он уверял, представился царский дворец. И некий седой муж сказал, «Псы будут в этом дворце чинят своих родить, и радость настанет бесом от погибели многих людей». Разумеется, что после этого примирение царя с патриархом стало еще более трудным. Между тем, монастырский приказ на зло Никону был снова возрожден, и далее главному врагу, который с ним все время критиковал, некому Бабарыкину. Никон, раздраженный этим до крайности, служил в воскресенском монастыре Молебен, и этим Молебеном велел прочитать жаловную грамоту царю на землю воскресенского монастыря и доказательство того, что монастырский приказ решил дело неправильно, и поэтому произнес проклятие, выбирая пригодные слова из 108-го псалма. Потом он говорил, что эти проклятия были не царю, а Бабарыкину. Но царю доложили как надо, и царь прекрасно понимал, кого имеет в виду, да, вот, в 64-м году были получены ответы четырех патриархов о том, что делать с Никоном, который ушел с патриаршества, да, и все было решено, что снять с него, да, патриархский титул, но он имеет право подавать апелляции Константинопольскому патриарху. Это как бы сейчас, если патриарх Хирилл пошел бы писать апелляцию греческому патриарху Константинопольскому. Ну, понятно, что ничего такого, да. Приехали греки на суд. В 66-м году он состоялся. Никон был помещен вот такую келью в районе Никольских ворот. Это в углу Кремля, там, где вот как раз напротив музея исторического. Его окружили стражей, а самые Никольские ворота не отпирались. Даже разобрали мост, Саша, перед Никольскими воротами, чтобы никто туда не шел и чтобы этот сбежать не мог. Его, в конце концов, направили в Ферапонтов монастырь. Это Кирилла Белозерского рядом монастырь, да. Никон содержался под назором присланного Архимандрида Новоспасского монастыря. Ему запрещено было писать и получать письма. Вот, но царь все время отправлял ему посылочки с продуктами. Никон их сначала отправлял обратно. Ну, видимо, потом уже стал голодать или ему надоела местная еда. В общем, он стал есть то, что ему предлагают. А вот Никон, находясь в опале, не стригся и не причесывался. Голландский путешествий к Витсон, встретившись Никона в Ферапонтовом монастыре, описал голову Никона и сравнил ее с медузой Горгоной. Ну, да. Но, понимаете, обаяние и ум у Никона был такой, что все смотрящие за ним Ферапонский игумен, Архиматрит Новоспасский и сам царский пристав Наумов, да, величали все равно патриархом. То есть, уважали, принимали от него благочестие. Царь, в очередь, заговорил с прежним своим другом о примирении. Никон написал, ты боишься греха, просишь у меня благословение, примирение, но я тебя прощу только тогда, когда возвратишь меня из заточения. В 1967 году царь снова повторил просьбу. Но царь так и не возвратил Никона. Вскоре, в 1676 году царь умирает, и новый царь Федор, который был как раз ребенком, его нянчил. Никон, он его очень любил, он решил его вернуть. Его посадили на лодку, но он уже был стар, дряхал, да, и в районе Ярославля он все-таки умер, то есть, по дороге назад. Да. Вот такая судьба. Вот такая судьба у Никона. Из грязи в князи, а потом, да, ну, скажем так, обратно он вернулся к своей, там, да, к нищете и прочее, как к корыту. Нет, конечно, нет. Он все равно и в народе. Стенька Разин говорил, что за него патриарх Никон, что был один из ладей Стеньки Разина, был закрыт, и там говорили, там как раз Никон плывет по Волге. Поэтому, да, он был очень популярен, популярен, и, наверное, поэтому его реформа победила. А как почитается его память? Да никак не считается, он не святой русской православной церкви, слава Богу. При нем раскол произошел. Вот и все, Саша. Спасибо, Сергей, за интересный рассказ, но теперь переходим к нашей исторической викторине, призы для которой предоставлены издательством Вита Нова. Я напомню, что в прошлом выпуске у нас речь шла о... В прошлой программе, Саша, мы говорили про снятие Хрущева, и вопрос был такой, как называли не очень умного председателя призема Верховного Совета товарища Подгорного Да, за глаза другие члены Политбюро. Да, это термин доминошный. Правильный ответ? Пусто-пусто. Есть у нас правильные ответы, Саша? Мало. Ну, есть. Михаил. Михаил, тут фамилия не указана, к сожалению, но у меня телефон не указан. Хорошо, Михаил, мы вас найдем и свяжемся. Да. Если есть, как связаться. Угу. Ну, что ж. Михаил или любит домино, или знает всю подноготную деятельность нашего Политбюро. Да. Тогда новый вопрос. Да, Саша. Про раскол. Да. Эта многотомная книга, купленная и переведенная по распоряжению Патриарха Никона в России, называлась «Позорище всей Вселенной». Красиво, да? А как мы называем эту книгу? Ваши ответы вы можете отправлять на электронный адрес радиовиват собакамейл.ру И, как всегда, я напомню, что с нами можно связаться через нашу группу ВКонтакте. Убедительная просьба отправлять ваши варианты ответов на историческую викторину в личных сообщениях с Сергеем Виватинкой или мне, Александре Ромашовой. Ну, а нас как раз в нашем сообществе ВКонтакте легко найти. На сегодня все. Это была программа «Виват. История». Спасибо и до встречи в эфире. До свидания, дорогие друзья. До новых встреч. Виват. История.